В России изменился порядок согласования архитектурного облика зданий, соответствующее постановление правительства вступило в силу в прошлом году. Однако согласовывать архитектурно-градостроительный облик муниципалитеты могут только после внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки. Проект изменений прошел общественное обсуждение. Участие в слушаниях приняли представители Департамента градостроительства, Городской думы, Общественной палаты Самары и Союза архитекторов. На территории города будет введен порядок, который предполагает обязательное согласование внешнего архитектурного облика любого нововозводимого здания, для того, чтобы наш город был краще и приятнее для глаз. На сегодняшний момент мы проходим как бы первую часть процедуры введения в жизнь от согласования архитектурного горостроительного облика. Почему? Потому что постановление правительства гласит, для того, чтобы вводить эту процедуру, эта процедура должна быть отражена или закреплена в действующей редакции правил землепользования и застройки. Постановление правительства определяет, что в градостроительном регламенте, кроме предусмотренных градостроительным кодексом требований к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам зданий, могут быть установлены также требования к цветовым решениям, к отделочным и строительным материалам, к размещению оборудования на фасадах и кровлях, к подсветке фасадов. Это будет касаться новых объектов, либо тех, которые реконструируются. То есть застройщики теперь обязаны согласовывать облик зданий с администрацией. Для этого необходимо будет подавать заявление в уполномоченный орган местного самоуправления с приложением проектной документации объекта. А это постановление правительства дает право каждому городу определять, проводить свою работу по соблюдению облика градостроительного. Всех зданий, сооружений, благоустройства, озеленений и так далее. То есть среду, чтобы мог город контролировать, и у него были права для этих мероприятий. В постановлении также указан перечень объектов, в отношении которых согласование Архитектурно-Градостроительного кодекса не потребуется. Прежде всего, это объекты, при использовании которых приоритет отдается обеспечению безопасности и бесперебойности их функционирования, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.